Здравствуйте, приветствую вас на канале про цветок. Ну, календарь стремительно завершает год, время кончается, можно подвести итоги этого года. Каким он выделил через нас огородников, хорошим или плохим? Я скажу просто, те, кто предлагал старания, несмотря на то, что не было дождей, целыми месяцами ни одна дочка не выпадала, урожай вырос хороший. Точно так же произошло на моем огороде, ну и это все, урожай получился не просто сам с собой, а благодаря многим умным препаратам, которые появились, которые сейчас я активно использую. Ну, что сказать, хотелось, сразу думал, что чеснок не порастет. Вы видели, что в ролике я показываю чеснок, и вот сейчас на столе видите, как бы лукавица чеснока довольно приличная, хотя они в мае и в июне не видели ни одного дождя. Ну, посадки были замульчированы соломой, и это дало то, что влага все-таки какая-то сохранялась под мульчой. Роса какая-то тоже собиралась, и растения чеснока выжили, дождались дождей, и после этого набрали свой урожай. Ну, конечно, другие культуры уже растут более позже, тот же лук, картофель, морковка, они также хорошо уродились на моем участке. Ну, ассортимент культур как бы там практически не меняется, ну и сорта точно так же. Ну, есть сорта, которые я уже отобрал, не первый год их выращиваю, и каждый год их обязательно сею. Ну, что я сею? Секла Пабло, голландский сорт Пабло, очень хороший сорт, и в этом году поэкспериментировал. Пабло высел 15 апреля одновременно с морковкой. Были заморозки, были похолодания, был снег, но Пабло сорт отлично взошел, и где-то с пару сотен растений, только два растения, дали стрелку. Все остальные дали хорошие корнеплоды, и уже к середине июля были готовы к уборке. Ну, по лукам, опять же, это самое, сорт эксибишн. Ну, от этого сорта я не отказываюсь. Салатный сорт, он дает прекрасный урожай, выращиваю его как посевом семян в грунт, высевая в конце февраля на рассаду, ну, также и на севок. Высеваю на севок, потому что, заметьте, что из севка в наших условиях, а это центр Белоруссии, крестности близкие к Нинску, у нас севок дает в наших условиях больше луковицы, чем при рассадном посеве, за счет того, что уединяется период роста. Ну, опять же, напомню вам, по кабачках орау, я его рекламировал на своих роликах и тиктоках, вы заметите, что это бесподобный, очень ранний, ультра ранний кабачок, который обязательно должен быть на вашем участке. Ну, то же самое и в теплицах. В теплицах, как бы, уродили хорошо помидоры. Ветви ломились от плодов. Ну, как всегда, порадовал сорт Руслан. Крупные, желтые, мясистые, сладкие плоды. Ну, и новые французские гроздевой, и дамские пальчики. Эти сорта, значит, они тоже были великолепны, и в засолке, и они были очень вкусны в свежем виде. Прекрасным открытием стал сибирский конфидор. Плоды зеленые, непривычные, но очень-очень вкусные в свежем виде. В салатах они также бесподобны, и просто так скушать, это была одна сказка. Ну, по баклажанах тоже, я показываю их в роликах, но, опять же, вас заострю внимание на тех сортах, которые мне очень понравились. Понравился наш белорусский сорт Патеха, его очень красивая рассада такая, и коренастая, и фиолетовая. Ну, она очень декоративная рассада, одним словом. Ну, и урожай хороший, все-таки более 200 грамм вырастают в плоды Патехи. Точно так же сорт фиолетовый кафтан, это сибирская серия, тоже очень-очень-очень хороший. И сорт черное совершенство. Это тоже очень хороший и по урожайности, и по устойчивости к неблагопатным условиям. Сорт очень хороший. Они, конечно, такие сорта, достойные расти на вашем участке. Ну, как я уже сказал, этих результатов мне не удалось бы не достичь, если бы у нее не была хорошая линейка профита. Значит, здесь, что мне очень понравилось, почвоулучшитель. Почему почвоулучшителем проливал все культуры? Потому что он азотфиксирующий, фиксирует азот микробы, и фосфоромобилизующий. То есть фосфор, который сделает в почве, он освобождает. А антистерня помогла мне что сделать? Антистерня быстро заделал сидераты, антистерня, когда заделка их побрызгал, и они быстро-быстро как бы минерализовались, быстро сгнили в почве. То есть они уже, растительные остатки быстро ушли. Ну, далее, что еще? Таких приятных было новостей, что появилась анти-нематода уже препарат, это самое, им прополивал клубнику, ну, и клубника как-то повеселела, стала смотреться гораздо красивее. Ну, и что? Всю рассаду, перед посадкой, замачивал, как бы, корни, обмакивал в раствор микроризы. Раствор микроризы, очень удобно, что микрориза находится в жидком виде, легко разводится, 100 грамм на 10 литров воды, обмакнул крышки, высадил. Ну, такую микроризу я применял не только для важных культур, скажу вам по секрету, но и для декоративных, и даже кустарников. Так что, вот, откажите, все итоги года, то, что меня порадовало. Ну, что огорчало? Огорчало, конечно, немного, то, что было мало дождей в начале лета, ну, зато потом дожди пошли с лихвой, и все стало на свои места. Ну, урожай, как видите, при помощи этих препаратов выдался хороший, поэтому и вам желаю таких же урожаев в следующем году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова